Тихон Звитко Исключение из правил компания ExxonMobil, которую раньше возглавлял нынешний госсекретарь США, просит разрешить ей в обход санкций вести бизнес с российской Роснефтью. Большое поражение демократов. Президент США и его пресс-секретарь заявили, что демократическая партия проиграла на выборах в Конгресс в Джорджии, хотя ее кандидату не хватило чуть менее 2% для победы уже в первом туре. Неподтвержденные факты, о которых даже говорить неудобно. Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал неправдой публикации о преследовании геев в Чеченской Республике. ГАГский суд Украины против России. Киев требовал от суда ООН обязать Москву не поддерживать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Американский нефтяной гигант ExxonMobil добивается возможности обойти санкции против России. Как пишет сегодня газета Wall Street Journal, корпорация на протяжении нескольких месяцев обращается в Министерство финансов с просьбой сделать для нее исключение. Издание утверждает, что таким образом нефтяной гигант пытается добиться возобновления работы с компанией Роснефть по разработке месторождений в Черном море. Нефтедобывающие корпорации двух стран активно сотрудничали до введения санкций в 2014 году. Бывший глава ExxonMobil, нынешний руководитель американского госдепартамента Рекс Тилерсон, был частым гостем в Москве. Журналисты не раз называли его другом Владимира Путина. Еще на посту главы американской компании Тилерсон получил российский орден дружбы. По оценкам самого Тилерсона, санкции против России стоили ExxonMobil около миллиарда долларов убытков. Уже на посту госсекретаря Тилерсон делал довольно жесткие заявления в адрес Москвы. В частности, говорил о том, что Вашингтон не отменит санкции до тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине. Однако многие наблюдатели обратили внимание, что в ходе своего первого визита в Москву в качестве главы госдепартамента на минувшей неделе Тилерсон два часа общался с Владимиром Путиным и впервые в истории подобных визитов не встретился ни с кем из лидеров оппозиции. Добавлю, что информацию Wall Street Journal отказались комментировать в ExxonMobil, воздержались от комментариев и в госдепартаменте. Там лишь отметили, что Рекс Тилерсон после вступления в должность устранился от принятия решений, которые касаются компании ExxonMobil. Рекс Тилерсон выполняет обязательства по атомной программе, но остается главным спонсором террористов. В Белом доме решили пока не восстанавливать жесткие санкции в отношении Ирана. В администрации Трампа утверждают, что Тегеран соблюдает условия ядерного соглашения от 2015 года. По условиям так называемой сделки, Исламская республика отказалась от программы по обогащению урана в обмен на снятие санкций Запада. И вот сейчас Белый дом заявил, что Иран условия договора соблюдает. Напомню ранее, Трамп называл заключенную его предшественником Бараком Обамой сделку с Ираном, цитирую, «плохой». Чуть позже новый госсекретарь США заявил, что Тегеран остается главным спонсором терроризма в мире. И США рассматривают возможность повлиять на то, чтобы Исламская республика не пошла по пути Северной Кореи. Иран является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Он несет ответственность за активизацию многочисленных конфликтов в Сирии, Йемене, Ираке и Ливане. Он продолжает поддерживать нападения на Израиль. Иран может пойти по пути Северной Кореи. Сейчас мы готовы пересмотреть нашу политику в отношении Ирана. После того, как мы сделаем выводы, мы сможем ответить на вызовы, которые идут от Ирана. К другим новостям, большим поражением для демократов, назвал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Результаты выборов представителей в Конгресс от штата Джорджия. Голосование там состоялось накануне. Если обратиться к фактам, то мы видим, что у демократов был только один кандидат, которого они поддерживали. Они потратили на это больше 8 миллионов долларов. И если вы сложите все голоса кандидатов-республиканцев... Суть в том, что демократы полностью в это вложились. Я думаю, что это их большое поражение. Они сказали, что их цель — набрать больше 50% голосов. И они не смогли этого сделать. Примечательно, что о поражении демократов Шон Спайсер заявил, несмотря на то, что кандидату демократической партии не хватило лишь менее 2% для победы в первом туре. Джон Оссоф набрал 48,1%. Его ближайший конкурент Карен Хэндл чуть меньше 20%. При этом округ в Джорджии, в котором проходило голосование, традиционно поддерживал республиканцев. Впрочем, президент США Дональд Трамп также назвал результат кандидата-республиканца, набравшего больше, чем в два раза, меньше, чем демократ большой победой. Добавлю, что второй тур выборов пройдет здесь в июне. Итоги выборов в Джорджии обсудим с нашим политическим обозревателем Владимиром Козловским. Он присоединяется к нам в эфире. Владимир, вам слово. Добрый вечер. Привет. Вчера в 6-м избирательном округе штата Джорджия состоялись внеочередные выборы в Палату представителей США. Их результат полностью не удовлетворил ни одну из сторон, но на первый взгляд должен был насторожить республиканцев. 6-й округ, находящийся в богатом пригороде Атланты, традиционно является республиканским. Демократа там в последний раз выбирали во времена Джимми Картера. В ноябре республиканец Том Прайс победил там, забрав 62% голосов. Но 6-й – это республиканская вотчина, а не трамповская. Трамп с треском проиграл в нем сенатору Марка Рубио и выиграл у Хиллари с микроскопическим перевесом в 1%. Выйдя в Данке, Трамп назначил Прайса министром здравоохранения, и в 6-м округе образовалась поэтому вакансия. На это место претендовал со стороны демократов политический неофит 30-летний кинодокументалист Джон Оссов. А со стороны республиканцев ни много ни мало 11 душ. Это, конечно, играло на руку демократу, потому что раскалывало силы его соперников. Оссов – сын австралийской эмигрантки и русско-литовского еврея. Так его батюшка характеризуется в Википедии. Руководство демпартии изображало голосование в 6-м округе как референдум по Трампу. И заваливало штаб Оссова миллионами долларов, а также бросило ему на подмогу голливудских звезд Алишу Милана и Сэмюэла Джексона, неистового героя криминального чтива. Про центровые СМИ и говорить нечего. Журнал «Нью-Йорк» поместил Оссова на обложку. Журналы «Тайм Нью-Йорк» и «Атлантик» посвятили ему большие статьи. Республиканский протоктив раскачивался медленнее, но под конец тоже сильно помог своим кандидатам деньгами. Трамп тоже включился в гонку и в понедельник обрушил на демократа следующий твит. Суперлиберальный демократ, который будет завтра бороться за место в Конгрессе, хочет защищать преступников, разрешить нелегальную иммиграцию и повысить налоги. На самом деле, Оссов благоразумно позиционировал себя как умеренного политика, ратующего за укрепление национальной безопасности. Так, ну и помогло ли ему это? Видимо, да. Хотя он не сумел набрать вчера 50% голосов для того, чтобы избежать второго тура голосования, которое теперь состоится 20 июня, когда он встретится один на один с республиканкой Керен Хэндл. Но демократ не дотянул до победы совсем немного, получив чуть больше 48% голосов в столь консервативном округе. Это тревожный сигнал для правящей партии, тем более, что недалее, как на прошлой неделе, другой республиканец тоже победил с минимальным отрывом в еще более консервативном округе в Канзасе. Там выбирали сменщика-конгрессмену Майку Помпео, которого Трамп назначил директором ЦРУ. Тем не менее, либеральный сайт политиков поместил сегодня статью под заголовком «Демократы начинают задаваться вопросом, когда же мы начнем выигрывать». И в самом деле, по республиканскому счету, правящая партия одержала победу на всех состоявшихся на сегодняшний день шести внеочередных выборах. Это несмотря на сравнительно убогий рейтинг Трампа и на то, что масса рядовых демократов истово ненавидит президента и рвется в бой. Как пишет политика, в Вашингтоне демократы начали листать свои календари и спрашивать, когда же мы начнем выигрывать. Их, конечно, окрылило то, что Осов набрал более 48% голосов в таком консервативном округе. Но они бы предпочли, чтобы он набрал там больше 50%. Следующие внеочередные выборы состоятся в конце мая в Монтане, где Трамп победил с отрывом в 21%. А потом 20 июня в Южной Каролине, в которой Трамп выиграл с перевесом в 14 очков. В тот же день в Джорджии состоится второй тур вчерашних выборов, на которых Осову придется труднее, чем вчера, потому что ему будет противостоять одна соперница, а не 11. И она женщина, поэтому демократу будет сложнее обменять ее во враждебности прекрасному полу. Спасибо, Владимир Козловский, политический обозреватель, RTVI. Популярный американский телеканал Fox News лишился своего главного ведущего, консервативного комментатора Билла О'Райли. История с многочисленными обвинениями О'Райли в сексуальных домогательствах тянется уже много лет. И вот череда скандалов завершилась не в пользу телезвезды консервативной Америки. За развитием драмы следил Валерий Кипелов. Фактор О'Райли из уравнения Fox News выведен. Консервативный комментатор и лидер телерейтингов Билл О'Райли уволен, хоть этого слова владельцы медиаимперии не употребляют. После тщательного и внимательного рассмотрения выдвигаемых обвинений, компания и Билл О'Райли согласились, что Билл О'Райли не вернется на канал Fox News. Это цитата из обращения Руперта Мердока и сыновей коллегам по компании 21 век Fox. Всего неделю назад Билл О'Райли внезапно объявил в вечернем эфире, что, мол, пора отдохнуть. Правда, тогда он сказал, что уходит в отпуск. Вот, решил взять отпуск, ведь на улице весна и пасхальный сезон. Прошлой осенью заказал поездку, которая должна была стать отменной. Не скажу, куда еду, но на моем сайте есть конкурс «Угадай, куда едет Билл». А когда вернусь, будет вам полный отчет. Уже тогда политологи заподозрили, что отпуск – не что иное, как попытка переждать бурю. В последние пару дней ряд авторитетных источников пришли к выводу, что это не временные трудности, а бесславный конец О'Райли на Fox News. Беды Билла начались еще в 2004-м. Тогда его впервые обвинили в сексуальных домогательствах. С тех пор число женщин, утверждающих, что О'Райли настойчиво приставал к ним, в той или иной мере продолжает расти. Истории, рассказанные про телеведущего и его отношения с коллегами-женщинами, яркие. Среди прочего, он, если верить предполагаемым жертвам, называл одну чернокожую коллегу горячей шоколадкой и при виде ее хрюкал. Другая утверждает, что после беседы в баре телеведущий обещал помочь в продвижении по карьерной лестнице, но за это потребовал, чтобы она пошла с ним в номера. А после отказа взбесился и обругал ее. По словам еще одной дамы, продюсера того же телеканала, О'Райли звонил ей вечером по телефону и во время разговора тяжело дышал и обещал натереть ее фалафелем. Сам герой дня все это категорически отрицает. Часть расследований этих и других обвинений сейчас в процессе, часть были улажены во внесудебном порядке, за что канал выплатил многомиллионные компенсации. Этот факт вскрыла газета New York Times, после чего фактор О'Райли стали массово покидать рекламодатели. А потеря больших денег из-за действий сотрудника, как правило, означает одно – расставание. В прессе приводит еще один вероятный аргумент в пользу увольнения политического смутьяна. Империя Руперта Мердока в данный момент пытается заключить многомиллиардную сделку по приобретению европейского телепровайдера Sky. 6 мая власти Великобритании должны решить, позволить ли знаменитому медиамагнату получить еще большее влияние в области СМИ. В этом контексте поскорее избавиться от Бела О'Райли и его губительной для бизнеса репутации могло бы стать для миллиардера логичным решением, что, собственно, и произошло. Иронично, что ревностный католик О'Райли, таким он себя считает, в момент появления новости о его увольнении за распутное поведение находился в Европе и встречался с папой римским. Узнав о потере работы, теперь уже бывший телеведущий тоже обнародовал свое заявление. Чрезвычайно досадно, что мы расстаемся с телеканалом по причине абсолютно безосновательных заявлений. Но это печальная реальность, в которой многие из нас, находящиеся в центре общественного внимания, живем сейчас. Кто заменит телекомментатора О'Райли, который 15 последних лет был абсолютным лидером новостного кабельного прайм-тайма, пока неизвестно. Это Валерий Кипелов. Ну, а я напомню, что Билл О'Райли – это тот самый ведущий, который во время интервью с Дональдом Трампом назвал российского президента Путина убийцей. В Кремле тогда это назвали оскорбительным и потребовали извинений. Ну, а О'Райли сказал, что подготовка изменений займет много времени. Они могут появиться в году к 2023. Ну, а это новости на РТВА. И далее в эфире неподтвержденные факты, о которых даже говорить неудобно. Это цитата глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал неправдой публикацию о преследовании геев Чеченской республики. И Гаагский суд Украины против России Киев требовал от суда ООН обязать Москву не поддерживать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Что из этого вышло? Об этом через пару минут на РТВА. Оставайтесь с нами. Даже говорить про это неудобно. Такими словами глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о преследовании геев в республике. На встрече с Владимиром Путиным Кадыров заявил, что публикации в новой газете о похищениях, пытках и убийствах гомосексуалов, непроверенные факты и провокации. Господа, ну так хорошие люди в кавычках пишут на то, что у нас в республике даже говорить про это неудобно. Людей задерживают, там убивают. Даже назвали одного фамилии Тепсурка Илхасу. Он главный у нас по идеологии, там скажем, суфия там человек. Сказали, его убили, а он находится дома. Отмечу, что Владимир Путин никак не прокомментировал скандал с преследованиями геев в Чеченской республике и фактически похвалил Кадырова. Путин заявил, что вопросы в связи с ситуацией в республике есть, но они решаются хорошо. Ну а в редакцию российской новой газеты, которая вступила в очередное противостояние с властями Чечни, пришло письмо с неизвестным белым порошком. На конверте, адресованном генеральному директору издания, нет обратного адреса, указано лишь, что письмо из Грозного. Как рассказала пресс-секретарь издания, Надежда Прусенкова, экспресс-анализ порошка не выявил опасных веществ. Однако полиция, приехавшая в редакцию, забрала конверт для дальнейших исследований. Напомню, в начале апреля как раз новая газета выпустила серию статьи о преследовании геев в Чечне в руководстве республики. Как уже говорилось неоднократно, назвали опубликованную информацию ложью. А муфтий заявил, что журналистов ждет возмездие Аллаха. Новая газета сочла эту угрозу и обратилась в правоохранительные органы. Ну а в российском парламенте сегодня с ежегодным отчетом о работе правительства выступил глава Кабмина Дмитрий Медведев. Главной интригой дня был вопрос о фильме Алексея Навального, в котором премьера обвиняют в коррупции. Тему собирались поднять представители КПРФ, однако до этого так и не дошло. Николай Старобахин продолжит тему. Отчет премьер-министра в Госдуме о работе правительства. Обычно это событие, хоть и заметное, но рутинное. Стандартные вопросы, заготовленные ответы. Но в нынешнем году выступление Дмитрия Медведева еще до своего начала привлекло повышенное внимание. Коммунисты обещали задать председателю правительства неудобный вопрос. Спросят или не спросят. Главная интрига дня. Уже несколько недель страна обсуждает фильм Алексея Навального. Он вам не Димон. Оппозиционер напрямую обвинил премьер-министра в коррупции. Фильм, выложенный в интернете, посмотрело более 10 миллионов человек. А в конце марта в стране прошли массовые антикоррупционные митинги. И только главный герой хранил молчание. За несколько дней до отчета Медведева в Думе о желании, наконец, получить ответ на обвинение заявил коммунист Валерий Рашкин. Но накануне стало известно, фракция запретила ему задавать этот вопрос. И все же фамилия Навального сегодня прозвучала. Ее назвал другой депутат КПРФ Николай Коломейцев. До острого вопроса дело не дошло. Но даже упоминание оппозиционера премьер-министра разгневало. Скажите, пожалуйста, что мешает вам отказаться от услуг уволенного вами Кудрина и Набиулина и защититься от нападок Навального? Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев. И считал бы, что и уважаемая мною фракция КПРФ должна от этого воздерживаться. На помощь премьеру сразу пришли спикер парламента и лидер ЛДПР. По очереди прочитали коммунистам гневную отповедь, обвиняя их в поддержке революции и развала страны. И вы, Коломейцев, сейчас сделали заявочку, назвали фамилию этого авантюриста. Называется подлость. Вы использовали день отчета правительства, чтобы свое имя запечатлеть. И второй у вас выход сюда. Помолчи! Второй выход сюда тоже вспоминает этого товарища. Вы кого рекламируете? Разрушителей страны. Кстати, один раз уже страна от этого пострадала. В первую очередь КПСС. Поэтому выводы надо делать. Этот коллективный выговор и стал самым эмоциональным моментом выступлений. По существу вопроса коммунистам никто так и не ответил. Думали, что будет хоть достойный ответ. Да, это публичное место. Это не расследование. Но ты как мужик-то должен сказать, тем более государственный служащий, чиновник высшего ранга. Но этого не последовало. Последовал ответ сам дурак? Никакой ответ. Я считаю, что он унизительный просто для премьер-министра по такому вопросу. Ведь миллионы граждан ждали, что в конце концов будет, какой будет ответ. Этого не последовало. Депутат Рашкин обещает, будет и дальше добиваться ответа теперь от силовых органов. Он отправил запрос в Следственный комитет и ФСБ. Правда, прошел уже месяц, ответа до сих пор нет. Николай Старобахин, Леонид Бабков, Артевяй, Москва. Международный суд ООН отказался обязывать Россию прекратить поддержку сепаратистских ДНР и ЛНР. Такое решение было оглашено сегодня в ГААГе. Киев подал иск против Москвы, обвинив Россию в нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма. И не получил поддержки суда. Суд посчитал, что доказательная база украинской стороны о поддержке России сепаратистов на востоке Украины недостаточно. А потому отказался вводить безотлагательные временные меры. То есть срочную процедуру на случай, если сам процесс рассмотрения дела по существу затянется на годы. Зато в другой части иска требования Украины сочли правомерными. В том, что касается прав этнических меньшинств в Крыму. Россия должна сделать все, чтобы их права, в том числе на обучение на украинском языке в школах, не нарушались. Украинская сторона восприняла решение суда как победу. Это решение суда – хорошая новость. Мы доказали свою позицию и видим, что у нас есть отличные перспективы при рассмотрении дела по существу. Как слону дробинка, так прокомментировали в российском парламенте результат рассмотрения украинского иска в суде ООН. Как заявил в интервью РТВА член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, обращение Киева в суд изначально было политической акцией. Никаких реальных причин для подачи иска нет. В принципе, там многое из того, что они заявляли, вообще не является компетенцией этого суда. Я думаю, что Украина довольна лишь тем, что это такая пиар-акция им удалась. И, как они считают, удалось привлечь внимание международной общественности к той проблематике, которая, по их мнению, актуальна в Крыму. Но, по нашим сведениям, там нет никаких ущемлений и прав ни крымских татар, ни украинцев. То есть, свободно можно перемещаться, учиться в любых школах, говорить на любом языке. Как раз наоборот. Вот с тех пор, как Крым стал российским, там права крымских татар стали защищаться гораздо эффективнее. И никакого недовольства там нет. Это просто очередная выходка бессмысленная украинских властей. Для нас это как слону дробинка. Ну что ж, это все новости к этому часу. Я Тихон Зитко. На этом с вами прощаюсь. Оставайтесь на РТВ. Субтитры подогнал «Симон»